Хайвай Сьюданс, поздравляю вас с Днём Красной Армии, всех защитников Отечеств своих, большой праздник. И вот в этот праздник хотелось отметить его с вами, поднять, как говорится, бокал за наших погибших в войне с фашизмом. Многие войны в нашей семье, практически все мужчины остались на полях боёв и даже освобождали Польшу, некоторые дошли до Германии, погибли даже за 2-3 месяца до конца войны. Вот такие дела. Ну, это же коснулось и всех семей, фактически, в стране в нашей, и не только в нашей, и также и в Германии, и в других странах. Вот это вот такое, за них и хотелось бы, чтобы за упокой их поднять в небокал. Ну, чтобы наш праздник прошёл с небольшой пользой, хотел бы с вами поделиться простой задачкой. Это для наших абитуриентов, кто поступает. Недавно у нас было две лекции, посвящённых гравитации и закону Кулона, и как там вопросы, как обстоят дела в гравитационных волнах и так далее. Ну, вот для школьников, для наших, которые занимаются, готовятся к конкурсам, и младше курсов студенты, может быть, даже кто заинтересуется из студентов. Возник у меня вопрос, почему вот мы не летаем так просто. Вот у нас самолёты там, тонно заправляется горючего, портится кислород. Разрабатываются же автомобили, самолёты, которые будут в Москве подниматься, в Петербурге опускаться. Двигатель для них специально разрабатывается. И всё это будет сжигать топливо опять же. И вот такой дилетантский у меня вопрос возник, такой чисто школьный студент. Ну, как вот школьник, студент. Я учусь всё время, стараюсь тоже учиться. И вот на основе вот этих лекций, которые были, у меня возник вопрос. Вот у нас гравитация. Почему мы просто-то не летаем? Вот то, известно же, в случае, что люди летали, ходили по воде и так далее. А пирамиды как строили, смотрите, какие тонны, большие тонны груза поднимались в воздух, опускались с большой точностью. Всё это, как это всё было? Вот раньше же не было ни самолётов, ничего, ни вертолётов. И случаи, многие такие случаи, когда человек просто падает с большой высоты, с высоты нескольких километров, падает фактически на снег. Ну, вот говорят, вот ангел поддержал. Ну, это да, это вроде как бы ангел поддержал. Ну, где тут физика-то вот? Он поддерживает ангела физически, как через какую-то материю. И вот мы, значит, должны выяснить. И опять же, смотрите, вот двигатель СЕРЛА. Что он делает? Он же вращается, 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 набирает обороты. Это за счёт магнетизма, за счёт взаимодействия магнитов, и токов, и магнитов. И он набирает определённый оборот. А потом он взмывает воздух. И даже поднимает за собой даже землю, на которой он стоял. И всё это без горючего, без ничего, только в результате вот одного вот этого вращения. Также вот волчки, гироскопы, сколько здесь случаев, сейчас рассматривают механики эти вопросы, почему падает вес гироскопа, взвешивают этот гироскоп уже давно, и всё пытаются выяснить, вот из-за чего, может, эфиры, и то, да, всё, пятое-десятое. С другой стороны, вот надо всегда, тут есть такое философское лезвие КАМ, надо из всех решений выбирать самое простое решение, которое может быть здесь. Что вот мне вот бросилось, как дилетанту в глаза, вот это вот, то, что, во-первых, у нас всё-таки есть какая-то аналогия между гравитацией и электричеством. Только единственное, что гравитация в одну сторону тянет, оно всё сближает, а электричество, есть возможность создать подъёмную силу. Так вот, везде и показано, что здесь мы в тот раз показали, что и все нам учителя читают, я там ссылался на педагогов, которые закон Кулона объясняли, и говорили, что гравитационная у нас сила, гравитационное взаимодействие, взаимодействие, оно у нас примерно в 10, в 20 степени раз меньше, чем электрическое взаимодействие. То есть, их сравнить, может быть здесь какой-то продуктивный момент получится. Вот я попытался это сделать. В прошлый раз мы с вами писали эти законы-то все, закон Кулона, закон всемирного тяготения. Ну вот я вот взял их и приравнял, вот эти два закона. Видите, вот что здесь. Ка это коэффициент у нас, ну, единица на 4 пиепсил нулевой, это кулоновская постоянная. r Земли это радиус Земли плюс, высота какая-то в квадрате. И гравитационная постоянная, масса Земли и mx, которую мы хотим поднять. И вот радиус также, это сокращается, радиуса Земли они сокращаются. И мы получаем, что мы получаем? Искомый заряд Q, который должна приобрести у нас вот эта волшебная лампа Таладина, чтобы она воспарила воздух. Вот это искомая. Ну здесь что? Все здесь известные величины, кроме mx. mx мы задаем, это наша масса, там вот средний вес человека. Или, ну, здесь можно взять, допустим, для примера, пусть тонну, какой-то груз тонну, килограммов. Эти вещи все постоянные, где-то тут я вот выписал. Вот они у нас. Заряд Земли здесь известен. Я, Саша Ильич, откуда взял. 600 тысяч кулон заряд Земли. Радиус Земли, ну, он сокращается. Масса Земли 5,97 на 10,24 килограмм. Константа кулона 8,98,75,55. И гравитационные постоянные мы, в тот раз я вам показывал, ну, чтобы было здесь у вас под рукой. Чтобы вы проверили мои эти дилетантские вычисления. Я мог и наврать, а вы меня проверьте. И вот я вычисляю здесь, подставляю все это, вот, и стараюсь добросовестно высчитать это ку-х. И что же у меня получилось? Притонни, вот, 10 в 3 я беру, вот, последние цифры, 10 в 3, масса, х. И у меня получилось вот где-то 74 кулона всего надо. Это 74 кулона, чтобы оттолкнуть, скомпенсировать вес Земли. Ну, чуть побольше будет, значит, подъемная сила. Так вот, возникает вопрос, здесь простое объяснение. Все вот ищут объяснение какое-то странное. Объяснение делают в вакууме и так далее, и так далее. Как будто вакуум это не материя, а, ну, что-то такое. Ну, природа здесь какая? Как объясняю я это? Двигатель тоже серый. Почему он поднимается? Он сам себя заряжает. За счет вот магнитного взаимодействия он раскручивается. А за счет наведенного заряда он приобретает заряд. И заряд иногда такой, если в вращении очень большую скорость приобретает, заряд такой, что вокруг этого заряда появляется, ну, как говорится, вот эти вот эльфы, как-то, не эльфы, а вот свечение это известного, забыл автора, в тот раз я говорил о нем. Вот типа коронного разряда получается. Такое сияние, сияние коронного разряда вокруг этого большого заряда. Потому что этот большой заряд, он дальше в атмосферу разряжается, получается. И даже этот сам предмет, он исчезает в этом облаке вот этого заряда. На облачке, как говорится, взлетает. Вот у меня такое простое дилетантское размышление, что, оказывается, надо потереть эту лампу Аладдина, на которой мы хотим лететь, или ковер-самолет. Ну, про ковер-самолет в лекциях про атмосферное электричество я говорил, что это мы уже вот реализовали, этот ковер-самолет, это вещь уже реальная. Мы электростанцию построили, вот, и многие уже это подтверждают экспериментально, и работы ведутся прям. Ну, на наше изобретение никто не ссылается, конечно. Это уже принято. Мы знаем, что не ссылались на многих, но главное, что результат, результат положительный. Вот, поэтому вот такие дела. Значит, вот почему мы не летаем. Вот, всего доброго. До свидания. Это моё такое краткое сообщение.